Индия «Если рай есть, то он здесь», — такие слова приказал высечь индийский правитель Шах Джахан на стенах своей крепости возле реки Ямуна в середине XVII века. С тех пор Индия ни на йоту не утратила очарование, а кое-где, кажется, какое-то время и вовсе остановилось. Северная часть Индии простирается от городов пустыни Дхар, куда когда-то приходили караваны, что находятся на крайнем западе, на границе с Пакистаном, до Гималайского плата, величавых ворот ведущих их. От плодородных мест на востоке Рождастана до священных городов равнины Ганга, Агры и Варанси, с их чудесными храмовыми постройками, расслабившимися благодаря своим многочисленным скульптурам. Священные мужи Индии, сату в красных тюрбанах, уличные торговцы, продавцы традиционных блюд и чая, сказочные заклинатели змей. Все это есть не только в туристических проспектах, но и наяву. Нью-Дели. Этот город построен в начале 20 века по планам колониальных властей. Коренные жители почувствовали себя здесь хозяевами только после провозглашения независимости в 1947 году. В 1911 году по инициативе короля Англии Георга V, рядом с исторической столицей Индии, Шахаджан Абад, нынешним Старым Дели, было начато строительство нового административного центра британской колонии. Широкие улицы и большие окружности, начертанные на архитектурных чертежах колониальных чиновников, радуют главным образом нынешних автомобилистов. Сегодня Нью-Дели – современный город с множеством высотных зданий. Они отражают стремительное развитие города. Здешние отели, конечно же, соответствуют западным стандартам. Для тех, кому хочется роскоши, есть отели на окраине города. А в центре можно найти места попроще и подешевле. В бывшей резиденции британского вице-короля, в ней 340 внутренних помещений, чувствуется колониальный привкус. Однако теперь за этим импозантным фасадом восседает президент Индии. Прямая улица к востоку от дворца ведет прямо к так называемому «Индиагейт». Каждый год в День Республики здесь проходит пестрое, радостное шествие. Ворота с 47-метровой аркой напоминают о 85 тысячах индийских солдат, павших за Англию в Первую мировую войну. Их имена увековечены на боковых стенах. Сооружение видно издалека. На него можно ориентироваться во время прогулок по Нью-Делли. Между воротами Индиагейт и берегом реки Ямуна находится Шантивани, тракт мира. Сюда люди приходят почтить память политических руководителей независимой Индии. В январе 1948 года здесь было кремировано тело Махатма Ганди. Его поминают здесь каждую пятницу, в день его убийства. Севернее находится первоначальная столица Индии – Старый Дели. После XII века, став важнейшим центром страны, этот город сменил всем названий. Старый Дели – один из самых густонаселенных городов мира. По его оживленным улицам лучше всего ездить на рикши. Только о цене во избежание неприятных сюрпризов договаривайтесь заранее. Со своими живописными улочками, узкими переулками, базарами – Старый Дели подлинно индийское сердце города. В 1192 году афганский завоеватель Мухаммед Гури из Газни заложил основу своей власти на земле Индии и 500-летнего владычества ислама в билийском султанате. Первые войны с индуистскими княжествами были развязаны его предками на переломе Тысячелетия, положив начало в рожде индусов и мусульман. Над лабиринтами базара Старого Дели возвышается самая крупная в Индии соборная мечеть. Она выстроена на скале, из-за чего кажется еще выше, хотя ее минореты и без того высокие – целых 40 метров. Прежде чем подойти к ней, верующие, согласно строгому ритуалу, тщательно омывают ноги, руки и лицо в специально отведенном для этого месте. Внутренний двор размером 90 на 90 метров вмещает 20 тысяч человек. Мечеть была построена в 17 веке, в годы правления Шах Джахана, оставившего в Северной Индии такое грандиозное напоминание о себе, как Тадж-Махал. Примерно в 270 километрах к югу-востоку от Тыля, в штате Рождастан, находится Джайпур – город с миллионным населением. Один из самых интересных городов Северной Индии. Из-за красноватого оттенка зданий его называют еще «розовым городом». «Кажется, будто этот город – плод чьей-то поэтической фантазии». Так писал о нем итальянский путешественник Ручано Магрини в 20-х годах. В центре старого города, возле базара, высится символ города – дворец ветров. Состоит он из одного лишь фасада, прикрытый от любопытных глаз толпы, жены Махараджи могли наблюдать из него праздничные шествия, которыми Джайпур славится и поныне. В Джайпуре базары тоже играют важную роль. Обладая известной сноровкой, здесь можно недорого приобрести необычные изделия ручной выработки – одни из самых популярных сувениров. Своей геометричностью Джайпур обязан правителю Сайва-Сину II. В начале XVIII века он приказал отстроить город по правилам Шилтрашастра – древнеиндийского учебника архитектуры. Так возникли широкие улицы, сходящиеся под прямым углом и окруженные 6-километровой городской стеной. Любовь правителя к астрономии подарила городу-обсерваторию Джантар-Монтар. Правда, без компетентных объяснений разобраться в этих устройствах невозможно. Всего в нескольких километрах от Джайпура, на берегу озера, вот уже несколько веков находится крепость Амба. Подняться к ней можно на слонах, ожидающих туристов внизу. До появления Джайпура это место было столицей Раджпутов, княжеской династии, называвшей себя сынами короля и снискавшей славу в средние века своей ожесточенной борьбой с завоевателями-исламистами. Внутри крепости Раджпуты возвели великолепный дворец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Незабываемые впечатления от встреч с природой обещает национальный парк Рантамбуре на восточной границе Араджстана. Здесь вы увидите типичных пятнистых оленей, разнообразных газелей и прыгучих антилоп, невероятно проворных для своего солидного вида, а еще барсуков. Среди пышной растительности парка встречается множество экзотических растений. Смоковницы-душители. Такое жуткое название носят паразиты, чьи корни обвиваются вокруг стволов других деревьев и медленно, но верно перекрывают доступ к питательных веществ. Тех, кто отправляется сюда ради того, чтобы посмотреть в глаза настоящему индийскому тигру, наверняка ждет разочарование. После открытия парка в 1955 году здесь поселилось несколько десятков хищных кошек. Однако посетителей они боятся и выбираются из своих укрытий в джунглях, как правило, только после захода солнца. Одно из самых важных в Индии мест паломничества называется Пушка, что означает «голубой лотос». Когда-то бог Брахма победил здесь ужасного демона, бросив в него цветок лотоса. Три лепестка оторвались в том месте, где они упали, вскоре забил источник, а потом появилось озеро. По крайней мере, так гласит легенда. Каждый год в ноябре в Пушке на крупной традиционной верблюжьей ярмарке под названием «Мела» собирается до 200 тысяч человек. Продавцы истекаются отовсюду. Бывали времена, когда сюда приводили свыше 50 тысяч верблюд. Такой вот добродушный корабль пустыни стоит в среднем марок 500. Верблюды в Индии очень популярны. В перевозке грузов по пустыне, равно как и популярных среди туристов сафари, без них просто не обойтись. Верблюды в Индии В одно время с Мелой в Пушке проходит традиционный праздник паломников Картипурнима. Присутствующие здесь заклинатели зней давно утратили свое первоначальное религиозное значение. Теперь они развлекают туристов. С праздником паломников связана легенда. Он называется Картипурнима, что означает «Ноябрьское полнолуние» и напоминает о жертве берегам озера, принесенной Брахмой. Омовение в озере Пушка, как оно именуется с тех пор, очищает от всех грехов. Кроме того, говорят, что вода в этом озере целебна. Религиозные церемонии – неотъемлемый атрибут жизни индийцев. Определенную часть дня верующие отводят молитвы, жертвоприношения и медитации. Посреди песков пустыни Дхар на самом западе Индии, словно Фатамаргана, раскинулся Джайзальмер. Его высота – 80 метров. В 1156 году для отпора завоевателей исламистов князь династии Раджпур Джайзаль приказал возвести здесь город. Импозантные строения окружают 99 неприступных бастионов. Построенная в чисто военных целях со временем крепость стала процветающим торговым центром, где обменивались товарами бесчисленные караваны, передвигавшиеся между Ближним Востоком и Индийским океаном. Постепенно утратив торговое значение во времена британского колониального господства, город во многом сохранил свой исконный характер, а с появлением иностранных туристов ожил вновь. Этот город – одно из самых популярных в Индии туристических мест. Особенно сильные впечатления оставляют богато украшенные дома, построенные по заказу состоятельных купцов – хавели. В принципе, подобные дома встречаются и в других городах Раджистана, однако такой филигранной отделки, как в Джайзальмире, не встретишь больше нигде. Поначалу кажутся, будто они деревянные, и только приглядевшись внимательно понимаешь, что это камень. «На самом севере Индии находится Чайна-Хиальпрадеш. Штат занимает едва ли 10% всей территории страны. Однако красотам этого самого очаровательного региона Южной Азии у подножия горместа здесь вполне хватает». На высоте 1100 метров, в конце долины Кулу, расположено горное местечко Манали. Его приметили еще англичане, со временем превратившие Манали в место отдыха. В двух километрах от старого центра городка они открыли что-то вроде санатория, куда приезжали отдыхать колониальные чиновники, измученные летней жарой Южных Штатов. Нередко вместе с ними прибывали толпы слуг, благодаря чему Манали стал этнической плавильней. Здесь смешаны всевозможные народности. Верится с трудом. Однако в Манали есть даже любители горновыжного спорта. Отсюда они отправляются в горы. Если по слалам увы не специалисты, в горах найдется много других интересных вещей. Манали – центр буддизма. Его признаки видны здесь повсюду. Здесь, в пограничной земле, нашли приют ссыльные жители Тибета, попавшие сюда после вторжения китайцев. Поэтому неудивительно, что в Манали есть буддийский монастырь, где живут тибетские монахи. Монахи очень дружелюбны и желающим заглянуть в их покои, как правило, не отказываются. Резиденция главы буддистов Далай-Лама находится неподалеку, в Дарам-Салах. Однако роль буддизма в жизни Индии не слишком велика. Лишь немногие индийцы придерживаются этой веры. Своего расцвета буддизм в Индии достиг в III веке до н.э. при императоре Ашока. В средние века он был практически вытеснен индуизмом, а затем исламом. В наши дни буддизм исповедует всего 1% населения Индии. На автомобиле вы легко доберетесь до Маникарана, что расположен выше Манали. Конечно, если ничего не помешает. Если верить местным жителям, подобные оползни здесь довольно редки. Миновав долину Фарбаки, вы попадаете в живописное местечко, где обычно встречаются паломники, а также туристы. Долина названа по имени стремительной горной реки Фарбаки, протекающей посреди Маникарана. От сурового горного климата жители защищают низкие дома, часть которых встроена в склон горы. Признаки цивилизации очевидны, однако быт местного населения носит традиционный характер. Тут, в горах, все просто и скромно. Зарабатывают на жизнь здесь в основном ремеслом. В Маникаране есть горячие источники, бьющие из-под земли возле храма Шивы. Для сикхов они имеют религиозное значение. Сикхи, что в переводе означает «обучающиеся», представляют собой немногочисленное, но довольно значимое в Индии религиозное сообщество, ответвившееся от индуизма. Гуру Нанак, живший в 15 веке, стал основоположником этой традиции. В ней сочетаются идеи ислама и индуизма. В Уттар-Прадеша, самом густонаселенном штате Индии, проживает около 140 миллионов человек. На юге он граничит с Хималайей. Один из важнейших городов Уттар-Прадеша – Агра. Однако в начале пестрой суеты улиц и базаров туристы практически не замечают. Главная цель их приезда – Тадж-Махал. Он вздымается в высшем 75 метров, подобно королеве в окружении 4-х районов. Собственно, для королевы он и строился. Когда супруга Шах-Джахана Мутмаз-Махал умерла в возрасте 31-го года при рождении 14-го ребенка, он приказал построить ее честь в этот мавзолей. 20 тысяч рабочих на протяжении 22-х лет строили Тадж-Махал. Дворец, поэтично именуемый индийцами, памятником вечной любви. В сооружении монументом использованы только самые благородные материалы. Красный песчаник, доставлен из соседнего Фатипур-Сибри, и белоснежный мрамор из каменоломен Макраны. Всего в нескольких сотнях метрах от Адж-Махала находится еще одна выдающаяся достопримечательность Агры, Красный форт, заложенный в 1556 году по приказу Агвара, деда строителя Тадж-Махал. Сегодня заклятых врагов у крепости уже нет, но это мощное сооружение продолжает подкупать обаянием своего величия. Фатипур-Сибри – город Победы, ровесник Красного форта. Акбар повелел собрать самых искусных строителей, чтобы возвести здесь, на холме, в 40 километрах от Агры, новую столицу. Однако прослужила она всего 14 лет. Жители покинули Фатипур-Сибри, и она стала городом духов. А все потому, что прекратилось водоснабжение, плохо отлаженное с самого начала. Победы, суббитры, 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 Большинство храмов комплекса Кадураво строилось из простого в обработке желтого песчаника. Путь к центральной святыне храма пролегает через переднюю и главную его части, где верующие молились и исполняли танцы. Самый крупный из этих храмов — Кандария Махадева. Он состоит из более чем 80 башенок, вздымающихся над комплексом строения Кадураво. Комплекс прославился благодаря своим многочисленным скульптурам, которыми украшены стены храмов. В основном здесь прославлены эротические сцены, символизирующие вечную противоположность мужского и женского начала. Чтобы разобраться в значении храмов и их многочисленных скульптур, рекомендуем принять участие в экскурсии. На берегах Ганга находится Варанаси. Индусы считают его самым старым городом мира, однако научных подтверждений этому нет. Но как бы там ни было, возраст самого древнего поселения, обнаруженного при раскопках, оценивается примерно в 5000 лет. Достоверно лишь то, что из непрерывно обитаемых городов Индии Варанаси и впрямь самый старый. Варанаси – самый священный город индусов, по значимости сравнимый с Меккой для мусульман. Каждый индус мечтает хоть раз в жизни совершить омовение в водах Ганга в Варанаси. Благодаря столь сильному религиозному значению, здесь в любое время можно встретить людей из всех частей Индии. Как гласит предание, на берегах, оборудованных многочисленными сходнями, Брахма когда-то принес в жертву 10 лошадей. Большая часть средневековых построек исчезла в ходе частых боев между индусами и мусульманами. Однако в Варанаси и теперь насчитывается около 1500 храмов, где приносят жертвы самым разным богам. В избежании столкновений, возможных при столь большом скоплении людей, город патрулируется полицией и военными. Но в целом в Варанаси – город мирный. Туристам здесь бояться нечего, за исключением разве что мелких неприятностей, возможных в любом кругу города. Трезубец – один из символов бога Шива, весьма почитаемого в Варанаси. Согласно поверьям, умерев в Варанаси, человек прерывает вечный круговорот перевоплощения. Со всей страны люди едут сюда, чтобы предать огню тела умерших родственников на берегах Ганго. Это также помогает душе усопшего освободиться. А торговцы снабжают траурные процессы дровами и всем необходимым. До поздней ночи горят погребальные костры на берегах Ганго. Смерть для индусов – естественная составная часть жизненного цикла. Пока на берегу пылают погребальные костры, в городе кипит ночная жизнь. Индия – страна контрастов. Но, окунувшись в нее, вы будете щедро вознаграждены, потому что в ней есть тончайшая гармония, и она снимает все противоречия. Для иностранцев Индия останется загадкой навсегда. Однако того, кто приподнял ее таинственный покров, она будет тянуть к себе постоянно. Шри-Ланка Их всегда называли поэтичными, шемчужиной Востока, островами блаженства. Какой свет, какие краски, красота природы, отраженная в лицах людей. Как и во многих других, воспеваемых райских местах, о каких-то теневых сторонах, можно лишь догадываться. Захватнические войны, начиная с самых древних времен, колониальное господство, борьба за власть и права, продолжающийся по сей день, конфликт между Тамилами и Сингалами, о котором регулярно сообщают газеты. Однако страну и людей-путешественники узнают не по газетам. И по мере узнавания начинают понимать, что на этом острове их мечты сбываются. Перед вами Коломбо, столица островного государства, обретшего независимость в 1948 году. Когда-то она была рыбацкой деревней, потом появились арабские поселенцы и начали торговать корицей. Сингальские короли везли отсюда слонов, пока в XVI веке здесь не устроили колонию португальца, а вслед за ними голландцы и англичане. История объединила здесь представителей разных рас и религий – сингалов, тамилов, потомков арабов и европейцев, мусульман, буддистов и христиан. Для большинства туристов Коломбо – начальная точка маршрута на пути к древним городам, в Высокогорье, на родине Цейлонского чая, а также к чудесным пляжам. Самый первый пляж находится здесь, позади отеля «Маунт Лавиния», блистающего колониальными традициями. До того, как стать отелем, это здание сложило британским губернатором в качестве второй приморской резиденции. Всех гостей, будь то группа или отдельные туристы, встречают в одном стиле – размещают в современных роскошных апартаментах на все время из отпуска или на несколько дней, пока они не поедут дальше. Пляж отеля «Маунт Лавиния» – райский пляж, ровный, можно зайти далеко в море, если оно само не помешает тебе. Здесь тихо и спокойно. Людей всегда мало, в полном соответствии с названием – райский пляж. Первый маршрут ведет на юг по дороге Голл-Роуд, протянувшийся вдоль побережья Коломба к Голлу, через Беруэллу и Хитадуа. Фрагменты жизни тропиков. Люди здесь дружелюбны, так что туристам приходится легко. За фотогеничной внешностью тропиков нашим глазам предстает весьма простая жизнь бок о бок с природой, дающей людям все необходимое. Пожалуй, никакое другое дерево не используется так широко, как кокосовая пальма. Из его древесины строят дома и делают мебель. Из волокон кокосовых орехов вьют веревки, а из забродившего сока готовят пальмовое вино. За 8 месяцев одна пальма способна дать до 300 литров сока. Здесь все зависит от ловкости добытчика. Вытряхнув мух и муравьев, сок пьют либо сразу, либо перегоняют в пальмовую водку. Ара. В часе езды от побережной трассы расположился широкий пляж Беруэллы с прикрытыми пальмами-отелями. Отель Ланка Принцесс. С виду самый обычный приморский отель для отдыхающих. Правда, среди них попадаются странные фигуры, одетые в одинаковые толстые коричневые халаты. Эти гости приехали сюда ради аюрведы. Центральным пунктом аюрведической лечебной практики является очищение и регенерационная терапия. Тепловые процедуры и массажи с применением различных масел являются существенным атрибутом очищения тела изнутри. Философия Аюверды гласит, что не следует лечить симптомы болезни, нужно предотвращать ее причины. Поэтому без врачевания души или в соответствии с буддийской философией духа не обойтись. Действия лечебных процедур благотворны, однако они требуют изрядной дисциплины и терапии. А о том, чтобы лечение было успешным, заботится доктор Алипатегама, курирующий гостей «Ланка Принцесс». Древние методы азиатской медицины вполне сочетаются с последними достижениями современной европейской медицины. А если все-таки кому-нибудь все это надоест, можно просто снять коричневый халат и отправиться на пляж и зажить обычной жизнью отпускника. Чудесные песчаные пляжи простираются на несколько километров. В Беруэле и соседней Пентоте множество отелей. Один из них расположен в лагуне Пентота-Пич. Этот отель предлагает гостям все виды водного спорта. Здесь отдыхают туристы, приехавшие издалека, и местные жители всех возрастов. Другие виды спорта тоже есть. Теннис, аэробика, волейбол, стрельба из лука. Но водный спорт просто вне конкуренции. Хекадор. Его мифы канули в прошлое, но очарование осталось. Теперь гости наслаждаются завтраком на морском берегу на фоне декораций из разноцветных лодок. Вот до чего додумались в отеле Блукарел, который старается угодить всем прихотям отпускников-индивидуалистов. Цены здесь средние, выше, чем в самых дешевых домиках в Вестхаузе, и ниже, чем в отелях класса люкс. Хекадор. Помимо пляжа, туристическим центром Хекадора является прибрежная дорога Голл-Роуд, по которой бродят туристы и славы. По обеим сторонам улицы магазин на магазине. Товары сплошное удовольствие. Особенно одежда из натурального шелка, которую вам готовы даже шить на заказ всего лишь сзади. Чем дальше на юг, тем шире и красивее становятся пляжи. Любители серфинга облюбовали их давно. Они их просто обожают. Здесь все как 30 лет тому назад. Впрочем, приятное пребывание ожидает не только серфингистов, но и всех остальных, причем повсюду. И в Беруэле, и в Пентоте, и в Экадоре. В каком бы шикарном отеле или простом туристическом центре вы не поселились, всюду вас встретят спокойствие и радушие. Мы направляемся дальше, в старый город Гол. В 1505 году здесь выставился португальский мореплаватель Альмегидо со своей армией, открыв страницу в истории колониального господства европейцев. Глядя на море скрипостного вала, кажется, будто видишь корабли Альмегидо. Ничего удивительного, за пять веков Гол почти не изменился. В Голле стоит побывать в воскресный день, когда по валу прогуливается целая процессия пищи синых парачек под зонтиками. Здесь гуляется так романтично, что невольно забываешь об однюдь неромантичном колониальном прошлом Гол. Вслед за португальцами пришли голландцы, а потом англичане. И всех без исключения интересовало лишь одно – богатство. Голландская церковь Роте-Кирк. Для нее на этом месте стоял португальский монастырь. Кладбище, а чуть позади – отель с диковатым названием Нью-Ориентал-Хоутер. Все это – свидетели колониальной истории этого милого городка. Прямо перед вами белая башня маяка. Отсюда открывается еще один волшебный вид – бухта Унаватуна. Этот чудесный пляж любят и ценят многие отпускники, как местные, так и приезжие. Кристально чистое, прозрачное море так и манит, обещает показать много интересного. Чуть поодаль находится Ахангама. С виду обычное рыбацкое деревушко. Необычен способ, которым ловится рыба. Здесь и живут так называемые рыбаки на шестах – стилт фишер. Их осталось уже немного. Лайнел Видана Моханди – самый старший из них. Рыбалка – моя работа. Я ловлю рыбу с шеста, то есть на удочку. Вытягиваю по одной. Не все рыбаки живут рядом с местом работы. Свой дом Лайнел построил сам. Места рыбной ловли с шеста неприметны, если и смотреть в оба. Из окна автомобиля их можно и не заметить. Лайнел и его сын Шаминда ловят рыбу вместе. Они выходят в море три раза в день. Спуск довольно крутой. Шесты вколочены глубоко. Над водой возвышается треугольное приспособление из трех скрепленных между собой палок, чтобы было на чем сидеть. Впервые Лайнел забрался на шест в 16 лет. Ловить рыбу он научился у отца, впрочем, как и все остальные. Конечно, сетью можно поймать больше. Так было всегда, и раньше, и теперь. Но зачем? Денег, вырученных от улова, на жизнь хватало раньше. Теперь их хватает с трудом. Шест — единственное сокровище рыболова. Шест — и место, где он стоит. Оно всегда передавалось от отца к сыну. Передается и по сей день. Раньше это считалось хорошим, даже ценным наследством. Нынешняя молодежь предпочитает работать в местах отдыха, если получается найти работу. Поговаривают, что позирование на шестах перед объективами туристов приносит больше, чем сама рыбная ловля. Сколько именно, об этом не принято говорить даже у рыбаков со Шри-Ланги. Вот только почему туристов по-прежнему так горячо интересует рыбная ловля. Лайнел не может понять до сих пор. Наша следующая цель — национальный парк Удавалара. Заглянуть сюда стоит. Резкая перемена в ландшафте производит сильнейшее впечатление. Совершенно внезапно перед глазами оказывается ровная болотистая местность, забилующая всеми оттенками зеленого. Окончание широкой юго-восточной низины. Дорога к национальному парку Удавалара ведет мимо рисовых полей, залитых водой лесов и мест, где обитают буйволы. По парку разрешается ездить только на специальных машинах с шофером. Если вы собираетесь остаться здесь на ночь, о бронировании ночлега нужно позаботиться заранее. Из четырех национальных парков Шри-Ланки у слонов больше всего в Яле и Удаваларе. С глубокой древности они постоянно жили рядом с людьми и помогали им. К сожалению, серые великаны, считающиеся символом спокойствия и мудрости, вымирают. На острове их осталось около четырех тысяч. Завтрак великана, пусть даже пока молодого, на фоне дикой природы зрелище своеобразное. Вообще очень забавно ехать на автомобиле по парку, усиленно пытаясь разглядеть каких-нибудь животных и никого не видя, и время от времени слышать восторженный шепот проводника, произносящего какие-то непонятные названия. Конечно, это не место для сафари, и крупных диких животных здесь нет. Но время от времени на глаза попадаются мелкие, как совершенно неизвестные, так и уже виденные однажды. В такие моменты просто не веришь своему счастью. Стоишь, стоив дыхание, потому что в природе их пока что не встречал. Второй маршрут ведет в страну Цейлонского Чая и в город, что выше облаков, Нувера-Элия и в Кенди. Вот дорога в Кенди, старый королевский город, к одной из вершин так называемого культурного треугольника Шри-Ланки, к которым относятся еще и города Полона-Рауа и Анора-Тхапура. Кенди расположен в излучине самой длинной на острове реки Вахабели. Он дольше всех сопротивлялся британским колонизаторам и был взят ими только в 1815 году. Он живописно раскинулся на холме возле искусственного озера. В Шри-Ланке Кенди до сих пор остается столицей буддизма. Многие здания напоминают о колониальных временах. На центральных улицах, где хватает людей и машин, мы видим сегодняшний Кенди. Замечательный отдых от суеты и толчьи предлагают отели, расположившиеся на холме. Когда просветленный Будда ушел в Нирвану, его физическая оболочка была предана огню. Его приверженцы сохранили четыре зуба Будды как реликвии. Согласно легенде, 1700 лет тому назад, спрятав в прическе принцессы, их тайно доставили в Шри-Ланку. Согласно все той же легенде, они находятся в знаменитом Донадо-Малигаве, храме зубов Кенди. Утро. Железнодорожный вокзал города Кенди. Самое время поменять автомобиль на поезд и отправиться в уникальное путешествие по Хелл Кантри, в экскурсионном вагоне. Билет стоит 300 рупий, около 10 марок. Вот только купить его непросто. Поезд идет из Коломбо, поэтому там места бронируются, а в Кенди нет. Поезд под названием «Поди-Манигия», что означает «маленькая девочка», приходит точно по расписанию. От Кенди до конечной станции Бадула поезд идет всего-навсего 8 часов. То, что вам предстоит испытать, вы не забудете никогда. Езда по рельсам со скоростью 25 км в час из предгорья в высокогорную местность рождает абсолютно новые ощущения. Пальмы, рощи, рисовые поля. Тут возникает не только новое ощущение езды, но и новое ощущение времени. Поезд едет так медленно, что страну и природу буквально чувствуешь кожей. Минуя крутые горные склоны, горные долины, поезд поднимается вверх и выезжает на прямой участок центрального высокогорья. Со времен британского колониального господства на местах, когда-то заросших влажными тропическими лесами, растут чайные пусты, покрывая землю зеленым ковром. Чая на острове растет больше, чем в каком-либо другом месте в мире, за исключением Индии. Ландшафт так прекрасен, что непонятно, где было бы приятнее находиться, снаружи или в поезде. Конечно, лучше бы и тут, и там. Необходимо принять какое-то решение, ведь можно где-нибудь выйти, а дальше поехать следующим поездом. Завтра или послезавтра. Пока же давайте отправимся в Нурели. Хорошо же здесь было в те времена, когда англичане приезжали сюда насладиться прохладным горным воздухом и приятной жизнью. Город, расположенный на озере Грегорис-Лейк, был курортом и местом отдыха губернаторов. Миниатюрный Англия посреди тропиков. Башня с часами, ухоженные садики, старомодные здания в шотландском спире. Ну и, конечно, площадка для гольфа. Полдень в Катагане. Отсюда видна священная гора Шерланги Адамс Пик. Подъем на ее вершину занимает 6 часов. Выходить надо ночью, как делают паломники. Чего ради так стараться? Вы увидите следы ног, оставленные, как говорят самим, пустой, и грандиозный восход солнца, если, конечно, не будет тумана. Совершенно особый маршрут ведет из Кенди к двум другим вершинам так называемого культурного треугольника. Полонна Руве и Анорд-Хапури. Возле Кенди чайные кусты выступают место пальмам и рисовым полям. Рис всегда играл центральную роль в сельском хозяйстве Шерланги. Это основной продукт питания. В деревнях рис едят три раза в день. Все работы выполняются вручную. Только для пахожей используют буйволов. Христиане очень приветливы с теми, кто желает углубить свои познания о рисе. По дороге в Анорд-Хапуру находится небольшой, но впечатляющий монастырь Арулихара, что означает «Старая крепость». Местные жители любят устраивать пикники здесь, а порой и на монастырском дворе. В первом веке до нашей эры в гранитных стенах Арулихары собрались монахи-буддисты, чтобы связать воедино все, что было связано с учением Будды. Поэтому Арулихара была объявлена национальной святыней. Результатом собрания 500 монахов стала, так сказать, Библия теравидического буддизма, исповедуемая большинством сингальских буддистов. Говорят, что в ней представлено чистейшее описание жизни Будды. Паланнарува – второй древний город после Анорадхапуры. Обувь перед входом в святыню принято снимать. Носки оставить можно, чтобы очень кстати ходить приходится по раскаленным солнцем каменным плитам. Ранняя история Шри-Ланки связана с частыми вторжениями из Южной Индии. После очередной победы Паланнарува стала столицей, так как Анорадхапура была разрушена полностью. Короткий расцвет продолжался с 11 по 13 век. Конец ему положили новые вторжения. Когда в стране подворился покой, столицей стал Кенди, а Паланнаруву оставили как есть. По представлениям сенгальских путистов, единственное прочное в мире – это религия. Поэтому здания, так или иначе связанные с ней, строились камни, а все остальное – из дерева или глину. Это округлое строение, где четыре статуи Будды смотрят по всем четырем сторонам света, предположительно самый старый памятник – Паланнаруву. Шедевром цейлонского скульптурного искусства являются эти гигантские статуи Кальвихара, высоченные в скале в северной части королевского города. А самая красивая статуя – статуя лежащего Будды, ушедшего в нирвану. Его голова покоится на подушке, а лицо дышит необыкновенным умиротворением. А теперь дальше, на северо-запад. Менуя искусственные озера и оросительные каналы, давным-давно устроенные правителями прошлого, мы попадаем к месту паломничества под названием Ахакана и тамошней статуи Будды. Ахакана в переводе означает «питаться солнцем». Одиннадцатиметровая статуя благоволящего Будды – одна из самых грандиозных в мире. Начало истории о Нурадхапуре совпадает с началом истории буддизма в Хри-Ланке, уходя корнями за 300 лет до н.э., когда один из буддийских монахов обратил в веру тогдашнего короля Деванамп Пиатеса. Сто лет спустя в Нурадхапуре была воздвигнута величественная Дураба – Хуван-Хелизея. Кажется, будто Дураба опирается на слонов, прямо как в учении буддистов, согласно которому на слонов опирается весь мир. Таблички с датами и именами царей. Туристы слышат их, тут же забывают и бредут дальше, окруженные августейшими особами, исполненные благоговения и с непривычки усталости. К жаре привыкаешь не сразу. Дарубы – сооружения величавые, солидные. В их стенах устроены витрины с религиозными реликвиями. В Дар-Будде верующие несут цветы и плоды, возлагая их на алтари, расположенные во дворах. Анурадхапура был одним из грандиознейших городов. Раскопки свидетельствуют, что первое поселение существовало здесь уже в 500 году до нашей эры, а со временем Анурадхапура стал городом королей и оставался им более тысячи лет. А вот учение Будды пережило всех королей. Среди буддистов и сегодня сохранилась практика частых паломничеств к святыням вместе с семьей или с друзьями. Одна из таких святынь – дерево Самахатбоди. Перед нами один из отростков того дерева возрастом в 2000 лет, под которым на Будду не зашло просветление. Само же это дерево, на котором развиваются буддистские знамена, простояло несколько тысяч лет. Будучи единственной живой реликвией, оно почиталось с самого начала. Сегодня это одна из важнейших великих буддизмов в мире. Этим местам суждено было быть сухими и пыльными, если бы не искусственные водоемы, веевы, устроенные правителями прошлого. Долгое время заброшенные, сегодня они вновь орошают рисовые поля и облегчают жизнь под палящим солнцем. В центре города мы видим современную Ануратхапуру. Городок невелик, в нем 40 тысяч жителей, почти как в деревне. Он окружен дарубами, руинами, деревьями и рисовыми полями. Дорога к побережью. А вот и пальмы. Они укажут туристам пучку в море. Море и лодки. Эти признаки позволяют определить, что мы находимся в рыбацком местечке Негомбо. Рыбу ловят точно так же, как и сто лет тому назад. Негомбо — это еще и пляжи, но туристы едут сюда ради того, чтобы посмотреть на жизнь рыбаков. На рынке гостей принимают охотно. О рыбе и способах ловли тут можно узнать просто все. Большинство рыбаков — сингалы, но они не буддисты. Со времен португальского господства большинство из них — католики. При проведении массовых крещений всем участникам обычно давали одинаковые фамилии. Вот откуда здесь только Фернандосов и Пирея. Их церкви тоже свидетели истории. Во времена колониального господства Негомбо был центром выращивания корицы и торговли ею. Живое тому подтверждение устроенный голландцами канал, связывающий этот город с Коломбо. Последний вечер на Шри-Ланке лучше всего провести на террасе старого отеля «Голд Фейс». Говорят, там самый красивый закат. А еще говорят, что это самое удачное место, чтобы завершить путешествие в Шри-Ланку. Или чтобы начать. Субтитры создавал DimaTorzok